Это утро под серебряным дождем. Тут Озон, Вайлдберрис, Яндекс.Маркет могут поднять цены. Все в одну трубу говорят, что причина это законопроект о маркетплейсе. С учетом вашей экспертизы, потому что вы, я знаю, что развивали маркетинговую экспертизу в Еда, Дело и Деливери Клаб. Вы два с половиной года руководили мобильным маркетинговым рекламным продуктом в Яндексе. Вы возглавляли команды маркетинга и развитие интернет-проектов представителей Microsoft и Disney. Но, извините, с вашей экспертизой я не могу вам не задать вопрос, почему? Ну, очень просто. Когда делается закон, который не учитывает бизнес-составляющие никакие, то есть это просто какой-то процент мы берем с бизнеса. Ну, по сути, это некий налог. Он так и называется, инфраструктурный сбор. То есть его так и назвали. Но бизнес же функционирует с какой-то экономикой своей собственной. И любой налог, который сверху кладут, он должен кем-то быть покрыт. Потому что компания же не будет нести убытки. Поэтому, естественно, автоматически все это попадет в цену. Поэтому такая инициатива, ну, она, на самом деле, она была очевидна изначально, ну, в общем-то, неразумной. Поэтому этот закон пока вот так вот и болтается в воздухе. То есть маркетплейсы оказались заложниками в некой... Ну, конечно, потому что к таким вещам надо подходить с точки зрения бизнеса. То есть тот субъект хозяйственный, который несет убытки, из-за которого, собственно, все это сыр-боровья сничался, это же, по сути, бизнес. То есть неважно, что это государственная компания, и это огромная инфраструктура. Но инфраструктура у всех огромная. Но почему-то бизнес как-то с этим справляется и свою экономику выравнивает. Ну, почему он должен нести риски и убытки из-за другого хозяйствующего субъекта? А тут сразу возникает вопрос. То есть я так понимаю, что вас не приглашали для обсуждения? Нет, почему? Мы участвуем, конечно. А приглашали? То есть это большая... Но вас не услышали? На самом деле услышали. Вот последняя новость была, что его, этот закон, так и не приняли. Господин Мишустин, я слышал, он развался негативно об этом. Там пока все подвешен в состоянии, по-моему. То есть сейчас идет, продолжается. То есть дискуссия продолжается. Никто не говорит, что кто-то выиграл в этом споре. Но дискуссии продолжаются. Но маркетплейсы готовы вообще отстаивать свои права в этом плане? Конечно. У нас очень сильная позиция у всех. Мы все вместе работаем над этим. Давайте немножко поразмышляем, Олег. На ваш взгляд, во-первых, нужен ли этот закон? И что в нем должно быть прописано? Я считаю, что он вообще не нужен. О, так. В принципе, регулирование маркетплейсов на уровне государственных законов... Нет, это другое. Речь же не про регулирование маркетплейсов. Регулирование должно быть. Потому что когда компании становятся настолько сильно... Настолько сильно влияют на экономику и на потребителя, а это фактически так и есть. Сейчас E-ком это 7,5, примерно 7,6 триллионов рублей оборота в год. Вот в этом году будет, по оценкам Инфолайна, 7,6 триллиона. Это огромный оборот. То есть это люди покупают товары и, собственно, и формируют эти 7,6 триллионов. И когда игроков не так много, да даже их много, неважно, нужна регуляторика, конечно, какая-то. Но она везде есть и какая-то она будет. Ну, никаких проблем с этим нет. Но когда пытаются заткнуть дыру за счет бизнеса... Ну, это странно, потому что тот, кто эту дыру формирует, тоже бизнес. Вы имеете в виду Почта России сейчас? Ну, конечно. Что-то мне подсказывает. Да, то есть это же бизнес. Это бизнес. У него есть четкая, понятная бизнес-модель, экономика, менеджмент и так далее. Точно так же, как у нас. И, не знаю, в Алберес, у кого угодно. Инфраструктура, подобная Почтой России, она существует... В других примерах. Как-то там справляются же. Но только Почта России убыточная, насколько я знаю. Да, она может быть убыточна, но там должна быть какая-то стратегия. Развитие дальнейшее. Внятная и покрытие убытков этих. То есть, ну, с нашей стороны было предложение все это перевести в поле коммерческого. В коммерческое поле, то есть с контрактами, покупку услуг, помочь, собственно, Почте России. И, ну, по факту, так оно и происходит. У нас огромная сеть, вся сеть Почты России, на самом деле, подключена к нам. И мы, в общем-то, позволяем покупателю забирать заказы из Почты России. Ну и отлично. То есть, в принципе, ну вот и помощь. Ну, аналогично делают и ваши конкуренты. Да, конечно, и все отлично. Так вот, может быть, вот как раз-таки было бы решение поставить все, как вы верно заметили, на коммерческий рейс. Грубо говоря, крупнейшие маркетплейсы скинулись для того, чтобы не организовывать собственную службу доставки, когда есть уже отделение Почты России. Ну, замену нет смысла делать. Ну, замену нет, но как-то вот. Как дополнительную, она уже и так есть. То есть, мы и так помогаем. У нас в этом плане с Почты России отличный конструктивный диалог в коммерческом поле. Зачем придумывать какие-то затычки в виде налога, по сути? Ну, это просто неразумно. Это так не делается. Плюс 7903-7976-333. Таковы координаты прямого эфира, если у вас, уважаемые дамы и господа, есть какие-то вопросы. Давайте теперь перейдем непосредственно к бизнесу. Можем ли мы сейчас говорить о первенстве маркетплейсов среди покупателей? Потому что, ну, очевидно, пандемия многих заставила перейти в иконус. Так и есть. Ну, собственно, в ковид произошел квантовый скачок. У всех. Икон попер. То есть это, ну, очевидно. То есть никто не ожидал, конечно. У нас планы были гораздо ниже нашей амбиции. То есть они были большие, конечно, но не настолько. Ковид помог, конечно. Но на самом деле и без ковида-то была динамика и рост двузначными числами каждый год. И можно, конечно, сказать, что маркетплейсы, по сути, побеждают. Обычный магазин традиционный. Нет, традиционный нет. Нет, никогда не будет такого, что все будут покупать онлайн. Это невозможно. Физический ритейл, он, конечно, нужен. Люди любят ходить в магазины, смотреть на товар, щупать его на полках. Ну, то есть это невозможно это заменить. Но доля, конечно же, будет расти. И в e-гроссере, то есть в продуктах питания, она тоже будет расти, естественно. Но в некоторых категориях она уже 80, может, процентов. Каких? Ну, в электронике. Например, электроника. Это прям вот очевидно онлайн-кейс. Там щупать особо не надо. Да, бывает, конечно, что приходишь в видео за какой-нибудь белой техникой, типа там стиральной машины, потому что она стоит там 100 тысяч рублей, и ты такой, ну, стремновато. Ну да, вдруг что-то не так. Вдруг что-то не так, да. Но все равно, если это бренд какой-нибудь известный, то в целом рисков-то не особо много. Поэтому заказывают все сразу там на маркетплейсе, даже без посещения шоурумов. А тем более в регионах там вообще никаких шоурумов. Там, в принципе, техника, даже электроника недоступна практически в оффлайне. То есть там есть, конечно, там ДНС, видео, но все эти маленькие. А ассортимент на маркетплейсе, это вот у нас 200 миллионов товаров. Но все равно будет шире, чем в любом. Да, и я даже больше скажу, для провинции это большое спасение, в том плане, что куча брендов до них доходят исключительно через маркетплейсы, в принципе. Давайте как раз-таки о брендах поговорим. Мы же знаем, какое количество тех самых известных, имени которых доверял покупатель, ушло из нашей страны. Параллельный импорт. Ну, про параллельный импорт я бы не особо что-то комментировал с точки зрения, как он работает, сколько его, потому что мы, честно говоря, не знаем. А с точки зрения площадки, которая... Ну, мы не возим, да, то есть... Да, понятно. К нам приходит продавец с каким-то товаром. Конечно, он появился, но вопросов нет. Его стало много. Появились товары даже от брендов, которые не были в России представлены, потому что бренд всегда управлял матрицей своей товарной в регионах. И не все представлял здесь, например, да. Что-то было доступно только в каких-то других странах. Сейчас приехали товары. Ну, вот, не знаю, я покупаю вот листерин. Средство там, вот, как он, господи... Зубов, да, вот, значит, чистка, полоскатель для рта. Полоскатель, да. Я всегда покупал листерин, а он ушел. Через буквально месяц, даже, может, и меньше, появился листерин из Турции, из Италии, откуда угодно. И причем новый... Даже из Америки. Даже, может, из Америки, да. Новые вкусы. Я такой, о, прикольно. А по цене? Не сильно он стал дороже. Ну, конечно, все стало дороже. Это, ну, практически все. Хотя, на самом деле, не всегда, потому что политика ценовая у брендов в разных странах своя. И есть понятие РРЦ, рекомендуемые розничные цены. Это очень сильная вещь, на самом деле. То есть бренды реально регулируют и ассортимент, и цены в каждой стране, на каждом рынке, и даже под разные каналы продаж. И не всегда в России было дешевле. Можно было где-то в другом месте купить сильно дешевле. Все, мы знаем это на примере тех же самых айфонов, сколько их привозили. Да, именно так. Например, вот айфон, яркий пример. А в каких нишах вообще вот импортозамещение сейчас больше всего наблюдается? Или уже все заполнили? Ну, импортозамещение там в целом обычный здравый смысл. То есть вот в электронике, естественно, потому что очень много брендов ушло. Ну, в одежде, наверное, скорее не... Ну, хотя вот в одежде как раз, если именно импортозамещение, то есть не импорт, а импортозамещение. То есть это российские бренды, да, имеется в виду. Основное, ну вот FMCG, конечно, там, где продукты питания, бытовая химия, есть очень сильные российские бренды, на самом деле. Они и так были, просто им было очень сложно пробиться, потому что в чем сила, на самом деле, зарубежных брендов? Не в том, что у них товар очень крутой. Потому что у них расход на рекламу огромный. Конечно. Потому что глобальный офис управляет, по сути, объемами инвестиций, и иногда они могут проинвестировать. То есть работая в минус даже на каком-то рынке, за счет других рынков, они просто захватывают доли рынка. Это через маркетинг, естественно, делается. И куча сейчас примеров, когда бренды теряют долю, несмотря на то, что они остаются в продаже, ну, подгузники, например, да, там, все им известные бренды зарубежные, они перестали рекламироваться. При этом они продаются. То есть фактически на рынке есть купить можно? Они есть, да, и таких примеров куча. Но при этом доли пошли вниз. Просто это говорит о том, что, на самом деле, во многих категориях брендозависимость, это, на самом деле, работа маркетинга. — Получается, мы можем говорить о возобновлении или появлении конкуренции в тех сегментах, в которых она не была за счет прихода других брендов. — Абсолютно. И это, на самом деле, огромное, я вот уже который раз говорю на разных конференциях, сейчас огромное окно возможностей для российских брендов стать, ну, вырасти кратно и стать монстрами. — То есть можем ли мы говорить об изменении покупательских предпочтений вот именно сейчас? — Конечно. — То есть они стали больше доверять российским брендам и малоизвестным даже? — Конечно. — В общем, доверять. — Не знаю, в одежде, например, это очень ярко выражено, я думаю, все примерно это видят. — Вот, кстати, с точки зрения маркетплейсов, у меня такое ощущение, как, так скажем, пользователя, допустим, я куда-то захожу, там, на зону тоже, и мне сразу бросается в глаза большое количество рекламы именно наших брендов, какие-то ссылки, какие-то баннеры. Это специально делается маркетплейсами, чтобы поддержать своего производителя? — Нет, нет, мы ничего специально не делаем. У нас в этом плане мы как площадка работаем. И у нас вот 300 тысяч продавцов примерно, из которых рекламируется на площадке 70%. То есть 70% покупает рекламу. Из тех, кто покупает рекламу, процентов 20 использует медийную рекламу, инструменты. Это как раз, по сути, говорит о том, что люди инвестируют в создание бренда, потому что медийная реклама не работает в моменте, она требует, ну, она строит знания, да, формирует. И, конечно, огромное количество брендов сейчас мелких, локальных, начали пытаться строить свою брендовую историю. Я со многими общаюсь, и есть очень сильные ребята, которые в своих нишах уже, ну, реально, миллиарды, миллиарды зарабатывают в год. Раньше это было просто невозможно, потому что были зарубежные конкуренты, которые просто не пускали. А что это за ниши, самые быстрорастущие? Какие вы видели? Ну, электроника, наверное, да, или что еще? Нет, электроника, она достаточно устоявшаяся как раз. Продукты питания российские очень сильно растут. Ну, вот у меня знакомые есть, делают батончики фитнес-шок. Я думаю, вы почти все их видели, там, шокер, там, ну, несколько брендов у них. Ну, вот они просто полетели в космос. То есть у них огромные продажи. Конкурентов, по сути, нет, ну, зарубежных. То есть только локальные. У них там конкурент бомбар, по сути, они вторые. За два года они, меньше, чем за два года, они сделали гигантскую долю, и это уже миллиардный бизнес. Продукты питания, одежда, наверное. И одежда, да. Одежда, это вообще супер, на самом деле, сейчас феномен в России. Огромное количество марок, просто огромное. Причем я смотрю, очень активно еще дизайнерская такая продвигается ниша, которая... Качественная, слава богу. Качественная, более редкая. Да. Ну, качество тоже нормально, на самом деле. Нет, ну, это все порой определяется ценой. Абсолютно. Но когда мы говорим о параллельном выборте, о выходе новых брендов, я понимаю, что у нас осталось, конечно, очень мало новостей. Но, с другой стороны, времени, бизнес-новости впереди. Контрафакт. Вот левая продукция, поддельная продукция. И много тоже кричали со стороны законодателей, что надо это как-то контролировать. И в том числе регулировать маркетплейсы, переложить на них целиком и полностью ответственность за отслеживание аутентичности той или иной продукции. Это, конечно, хорошая, похвальная инициатива. В кавычках я так чувствую, да? Небольшой сарказм я почувствую. Но на самом деле мы много делаем в этом направлении, но я могу так сказать, что полностью переложить на маркетплейс контроль за всей цепочкой, откуда товар этот появился и как он приехал и попал на маркетплейс, ну невозможно. 200 миллионов товаров, 300 тысяч продавцов. Ну как можно их всех контролировать? То есть это просто тупик. Поэтому, да, есть способы, как заняться антифродом и отлавлять мошенников. Это у нас есть. Там и алгоритмы, и машинное обучение, там чего только нет. То есть там действительно очень сильная машинерия под капотом. Но всю цепочку и просто гарантировать, что этот товар оригинальный или не контрафактный, ну как это возможно? То есть мы в рамках законодательства собираем все те документы, которые продавец обязан предоставить. Мы их собираем, модерируем, баним, отслеживаем его поведение продавца, был ли это случайный, там разовый случай. Потому что, ну, продавец тоже может попасть, да, то есть он купил партию, а ему кто-то подсунул эту партию. Поддел какой-нибудь. Да, он сам, может быть, сначала не в курсе. Да, у меня знакомый, так еще три года назад, вот он занимался разными товарами, и в том числе там бритвы жилета и лезвия. Все честно, он покупал у нормального поставщика. А потом в какой-то момент они коробку не вскрыли, вот там поленились. Ну или они вообще не скрывают все, может, коробки, потому что их много. Ну, приходило и приходилось. Да, приходило и приходилось. Отправили, как обычно, на Marketplace, ну, на Озон, поставку, бац, а там фейк. Подделка, оказалось. Да, а там подделка. И он там, ну, отзыв просто пишет, это подделка, это подделка. Он такой, елки-палки. Мы его, естественно, должны были забанить, там, я, слава богу, быстро отреагировал, как бы, его не забанили. Но мы его бы забанили, сто процентов. Но, по крайней мере, есть хоть какая-то обратная связь. Это уже хорошо. Бизнес-новости под Серебряным дождем. Вернемся через несколько минут. Вот я напомню, что у нас в гостях Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Озон. Утро под Серебряным дождем. Плюс 7903-7976-333, таковы координаты прямого эфира. Я напомню, что у нас в гостях директор по маркетингу и монетизации Озон Олег Дорожок. Более или менее мы разобрались с контрафактом. Да, мы понимаем, что вы не можете целиком и полностью этих 300 тысяч продавцов... Каждого прощупать, как говорится. Но вы, по крайней мере, сказали, что у вас есть обратная связь. То есть, если вы видите, что клиент пишет, что там он столкнулся с контрафактом, вы можете забанить и провести работу, скажем так, мягко с этим продавцом. Бывали такие случаи? Как раз сейчас вот с жилетом провели, очень неплохой пример. Постоянно это происходит. То есть, мы баним достаточно часто, продавцы жалуются. Иногда, конечно, мы там и ошибаемся даже. Но так как там машинное обучение, то есть, машин лернинг, по сути, используется, то есть, мы не можем руками людей все проверять. Это, на самом деле, огромные затраты гигантские. Но у нас так работает тысячи человек, которые модерируют руками. Но алгоритмы тоже проходятся, смотрят на поведение покупателей, отслеживают отзывы, смотрят на то, как часто все эти случаи возникают. Ну и тогда принимают решение, что вот там подозрительно. И уводят в карантин, грубо говоря. То есть, это не полный бан, что продавец все пропадает с площадки. То есть, мы его уводим в карантин, и дальше уже можно разбираться непосредственно какими-то людьми. Но шансы справиться у него есть. Конечно, всегда. Это хорошо. Потому что вдруг он действительно тоже как бы влетел не по своей вине. Конечно, он же может, да, случайно попасть из-за своих подрядчиков. Я обратил внимание, что маркетплейсы сейчас начали маркировать своих продавцов. У кого-то ставится рейтинг, у кого-то ставится галочка на других площадках. Они просто используют обычную светофорную колористику, красный, желтый, зеленый. Это сделано для того, чтобы покупатель проще сориентировался. А каким образом, какие критерии вы предъявляете к такого рода поставщикам? И уж если вы ставите там, я не знаю, галочку и говорите, что это аутентичный товар, что будет, если вдруг покупатель все-таки столкнулся не с очень хорошим качеством? Ну, достаточно все банально. У нас есть понятие рейтинга. Для начала, если говорить про то, как мы маркируем продавца. Ну, вот у нас есть базово. У каждого продавца рейтинг. Как раз он связан с, по сути, качеством сервиса и отзывами, которые люди дают на его товары. То есть, как быстро он доставляет, как часто у него случаются ошибки с доставкой. То есть, у меня достаточно регулярно переносят время доставки. Но это чаще всего не по нашей вине, а по вине продавца. Потому что, если продажа идет не со склада Озон, а со склада продавца, то он сам отвечает, по сути, за формирование заказа и отправки этого заказа в наш сортировочный центр, чтобы его потом уже доставили. Ну, бывает, частенько продавцы ошибаются со сроками и переносятся. То есть, это важный показатель. Отзывы покупателя на товары. Это очень важный показатель тоже. Это собирается, как-то агрегируется, да, и в итоге тоже участвуют в его рейтинге. Поэтому можно зайти на площадку и посмотреть, какой рейтинг у каждого продавца прямо в моменте. Он может меняться, улучшаться, ухудшаться. Это очень полезно. И второе, да, вот есть галочка оригинал. Ну, там как это работает? То есть, мы собираем документы. То есть, если мы убеждаемся, что все документы окей, то мы ставим галочку. Дальше происходит обратная связь. Если покупатель начинает жаловаться, то мы эту галочку можем убрать. Ну, или вообще его товаров, в принципе, убрать. В принципе, сейчас попадание, ну, скажем так, количество срабатываний, что галочка поставлена неверно, их немного. То есть, там, 90 плюс процентов можно быть уверенным, что этот товар действительно оригинальный. Аутентичный. Да. То есть, мы все-таки раздаем эти галочки не просто так. Поскольку вы не просто директор по маркетингу, но и монетизации. Да. Вот у нас есть один общий вопрос, который пришел в самом начале нашего эфира. Ну, научите, пожалуйста, эффективно продвигать свой бизнес. Виктор, магазин немецкой краски и штукатурки из города Пензы. А вот, когда мы с вами говорили о освобождающихся нишах и огромных шансах, которые сейчас предоставляются покупателям, какие современные инструменты маркетинга вы бы рекомендовали? Как продавцам, так и, в общем-то, какими-то инструментами, может быть, вы сами пользуетесь. Как вот действительно Виктору, который сейчас может заполнить какую-то нишу, правильно выйти и правильно продвигать свой бизнес? Мы знаем, особенно в сегменте одежды. Ведь раньше все продавали в этой запрещенной сети с картинками, да, и чтобы не давать этих отбивок. Мы понимаем, о чем идет речь. А сейчас этой площадки нет. Получается, остались только маркетплейсы, где можно как-то продвигаться? Ну, на самом деле, есть, потому что все-таки... Ну, Телеграм остался. Телеграм, ВК. ВК растет очень сильно. ВК-клипы тоже растут. Все в порядке. Ну, есть все-таки блогеры сами по себе, которые есть и в том числе и в запрещенных сетях, и в Ютьюбе, который сам по себе не запрещен. Но там нет рекламы. Но блогеры-то есть. Можно делать интеграции. Ну, и на самом деле, ответ, если очень коротко ответить, потому что, ну, во-первых, ответить единым ответом на всех, для всех, невозможно. Нет серебряной пули, что вот я сделал это, и все гарантированно, я улетел в космос. Такого не бывает. Это очень сильно зависит от товара. Очень сильно. От конкурентности, от конкурентной среды. То есть, кто еще продает то же самое. Ну, и дальше, да, выбор инструментов, это правда. Но инструментов не так много. И на самом деле, любой человек, потратив, не знаю, пару дней, может выписать абсолютно все инструменты продвижения. Это не ракетостроение. Любому человеку, который хоть как-то имеет, не знаю, там, отношение к бизнесу и к маркетингу, хоть какое-то, это все достаточно очевидно. Самое сложное, это отсеять то, что конкретно в данном случае, в его случае, делать не нужно. Вот это самое сложное. А что делать не нужно, Олег? Ну, не знаю, ну, например, какой-нибудь продавец, не знаю, чего там, одежды, маленький бренд, нишевый, вдруг решает проинвестировать 50 миллионов рублей в телевизор, в телерекламу, которая не таргетируется никак, в широкий охват. И на самом деле, в основном, таргетирует не молодежь из его нишевой аудитории, например, которая там покупает вещи там по 50 тысяч рублей, а массовую аудиторию и в регионах, в первую очередь. Ну, не надо ему выходить на телевизор. Даже если у него вдруг деньги оказались, ну, это глупо. То есть это просто слив денег. Или там наружная реклама, например, взять, развесить наружную рекламу по всей России. Но это не нужно нишевым там, например, брендам, потому что это из пушки по воробьям. А ему нужно там заниматься каким-нибудь, ну, пиаром, СММом, работой с блогерами, действительно. Может быть, еще медийную рекламу покупать там на маркетплейсах, если он там представлен. Но, например, вот некоторым брендам даже можно не продаваться на маркетплейсах. Если у них есть очень лояльная база, если продажа происходит очень часто в офлайне, где есть атмосфера, эстетика, ты никогда эту эстетику не перенесешь в маркетплейс. Ну, это невозможно. То есть построить бренд с какой-то эстетикой, флером, вайбом на маркетплейсе невозможно. Ну, практически невозможно. Это или очень дорого будет, или ты просто потратишь кучу времени, а на самом деле можно заниматься каналами, которые это сделают быстро. Ну, например, вот те же блогеры, это очень сильный канал, сильнейший. Он очень сложный, это правда. Но и не дешевый парень. Да, но если очень грамотно... Смотря кому. Смотря кому, во-первых, да. Во-вторых, если грамотно подойти к подбору блогеров, то в целом, ну, там, может быть, возврат инвестиций колоссальный. То есть я знаю такие примеры. А правильно я понимаю, что вот, ну, более, наверное, логично как раз построить вот этот вайб изначально, через свои какие-то вот там сети, а потом уже заходить на маркетплейс? Вот это абсолютно верное замещание. На самом деле почти всегда это будет работать, даже с брендами действительно нишевыми, у которых есть вайб. Ну, не знаю, каком, одежда, да. То есть вот эта одежда, бьюти. Часто бывает, что бренд, его, как бы, атмосфера, tone of voice, так сказать, он настолько специфический, что бренды не хотят переносить на маркетплейсы продажи. Ну, или, там, добавлять. Думая, что они таким образом потеряют этот вайб, и пользователь начнет к ним относиться как-то не так. Ну, это чушь, честно говоря, потому что вот я по себе. Я был в Питере, у них там, как он, господи, называется этот остров. Новая Голландия? Да, Новая Голландия, да. И там есть бутылка, по-моему, называется этот большой комплекс, где везти... Вы имеете этот круг, где много всяких магазинчиков, и там, например, рестораны, там, фудкор такой. Да, фудкор, да. И я там купил, покупал футболку прикольную. То есть там прикольный бренд, классный дизайн, я такой, о, прикольно, там, цена не очень маленькая, но нормальная. Я такой, о, а может они есть на зоне? Открываю, реально, они есть на зоне. Я такой, о, и дешевле. Я такой, ну, прикол. Ну, то есть, и еще нормально, я с удовольствием купил на зоне, потому что мне удобно. Ну, да, я, наоборот, тоже всегда радуюсь, когда такие бренды вот появляются. Ну, какая проблема? Да, это модный, там, нишевый бренд. Какая проблема? Он продается на зоне просто потому, что мне удобно. Ну, вообще на зоне сейчас продается все, и мне хотелось бы с вами поразмышлять немножко, Олег, в конце, потому что мало времени у нас остается до конца эфира. О тех новых нишах, которые могут занять сами маркетплейсы. Андрей, ты, конечно, про автомобиль, я так понимаю, да? Ну, ты знаешь, это та ниша, которая пуста. И это та ниша, в которой сейчас наблюдается наибольшие проблемы. Объясню, почему. Ты приходишь к дилеру, ну, вот еще было год назад ситуация, машина есть, но вы знаете, вы не можете ее купить, пока не купить коврики за 300 тысяч. У нас еще сигнализация есть за 250, и вы в обязательном порядке в нашем автосалоне должны застраховать. А вообще, вы не покупаете машину, вы сейчас берете кредит, у нашего менеджера оформляете, и мы вам сделаем скидку в 300 тысяч рублей, но вы потом купите страховку. Вот эти схемы до сих пор работают. Конечно. Потому что у нас рынок продавца, а не покупателя. Маркетплейсы, на мой взгляд, электронные площадки, это очень хорошая помощь тем же самым производителям, которые хотят регулировать рынок, в том числе за счет установки рекомендованной розничной цены. То, о чем мы с вами говорили. Да, все так. Ну, как считаете, вот это одно из направлений, продажа автомобилей, вы уже продаете, по-моему, да? Да, мы начали продажу, у нас эксперимент, по большому счету, с одним продавцом, черри. Ну, пока это, конечно, штучные продажи, естественно, потому что паттерна такого, ну, практически нет. То есть покупать в онлайне тачку за несколько миллионов рублей, ну, мало кто захочет, вот сходу. А почему? Я не считаю, но машина, она есть машина. Что, вот да, надо пощупать, надо посидеть. Ну, хорошо, сходи в автосалон, залезь онлайн и купи. Ну, во-первых, вообще-то машины продаются в кредит почти все. Ну, у нас, да, у нас большая часть. Да, у нас кредита пока нет, хотя он будет, конечно, то есть будет там а-ля расстрочка на покупку автомобиля через наш же банк, наш же Азонбанк есть, поэтому мы это можем сделать достаточно легко, и это будет. И для производителя, да, это круто, потому что, ну, он, по сути, отсутствует звено операционного менеджмента вот этих всех дилеров. Посредников? Да, посредников. В каком смысле? Да. Плюс у тебя воронка, она вообще не ломается продажная, потому что если человек пришел, увидел, почитал, купил, все, все случилось мгновенно. Для покупателя тоже удобно, но, ну, как бы, есть страх со всех сторон, то есть и покупателя, и продавца, что это абсолютно новое что-то и никому не нужное. Вот покупатели, я понимаю покупателей, потому что действительно это страшно, то есть у тебя карточка, на которую, там, не знаю, 5 миллионов рублей, ты просто приложил, и у тебя ушло 5 миллионов рублей или 6. Уф, да, а машины еще нет, я ее даже в глаза не видел. Ну, это страшно, конечно, и... Это раскачивается будет долго. Но почему производители боятся, я не понимаю. Вот Черри молодцы, они эксперимент этот начали, и они действительно очень хотят раскачать этот сценарий. Ну, я думаю, что это не то, что за этим будущее, но в течение, там, 2-3 лет, я уверен, что очень много производителей будет продавать через Marketplace. Да я вам что скажу, в 19-м, в 20-м году у нас же сами производители начали организовывать торговые площадки на своих сайтах. Потом с их уходом, это, конечно, все прекратилось. Но у нас много чего, и та же самая подписка на автомобиль. Да, подписка была, да. А сейчас ее уже... Фактически нет. Фактически нет. Напомню, у нас в гостях Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Азона. Если у вас есть какие-то вопросы, то плюс 7-900-3-7-9-7-6-3-3-3, координаты прямого эфира осталось, вот, это утро. Буквально еще несколько минут. Утро под серебряным дождем. Буквально осталось несколько минут этого утра. Олег Дорожок у нас в гостях, директор по маркетингу и монетизации Азон. А как дальше, Олег, будет развиваться Marketplace? Или все, мы уже достигли этой верхней планки? Это очень хороший вопрос. Футурология тоже прикольная. Пятница же, выходные впереди. Чего бы не пофантазировать. Но на самом деле, по большому счету, в России сейчас... Россия одна из самых технологично развитых стран. Это 100% во всем. И если честно, то сейчас в России внедрены, по большому счету, все технологии, которые придуманы. И в Якоме особенно, потому что очень большая конкуренция и очень капризный покупатель. Разбалованный. Но нигде в мире нет бесплатной доставки. Учитывая территорию России, где мы из Москвы доставляем во Владивосток... Нельзя какого вообще автомобиля в Владивосток сейчас доставлять, вот честно. То есть в Владивостоке человек купил черри. Я, кстати, не уверен, что там можно купить черри нашим. Мне кажется, там регионально все-таки ограничено. Но хорошо там, не знаю, Новосибирск. В Новосибирске мы там... Тоже не близко, да. Да, и прикиньте, это логистика какая-то. То есть это космос. А при этом покупатель сидит, он же просто смотрит в телефоне и нажимает кнопочки. То, что там происходит под капотом за его границами телефона, он даже не думает. Он считает, что ему все должны. Должны привезти завтра, чтобы цена еще была отличная, чтобы, не дай бог, там ничего-нибудь не пролилось, не поломалось. А это миллионы заказов в день. И вот, да, это происходит и это работает. То есть маркетплейсы, по большому счету, уже сделали плюс-минус все, что нужно, базово. Конечно, будут какие-то улучшения, изменения, доработки, это само собой. Но в целом, уже сейчас маркетплейсы в России на пике технологическом. Я не думаю, что будут какие-то прорывы, которых мы сейчас не видим в ближайшие там несколько лет. Будет развиваться что? Будет развиваться финансовая составляющая. То есть все маркетплейсы будут иметь свои банки. Ну, они на самом деле уже имеют, юридически там у всех уже, и у нас, и у Вайлберис, и у Яндекса. Ну, тем более у Мегамаркета со Сбером. Есть свои банки. Это очень мощный инструмент для повышения покупательского поведения, ну, продаж, по большому счету. Потому что это рассрочка, это скидки, которые мы можем финансировать за свой счет. Там отсутствуют разные составляющие, которые недоступны, если банка нет. То есть там эквайринг дешевле, естественно. Поэтому финтех будет очень сильно развиваться, маркетплейсный. И по большому счету он начнет конкурировать с обычными банками. Даже так? Конечно. Ну, в принципе, да. Да, ну, естественно. У нас половина продаж совершается уже по нашей карте. По зону карте. Половина. Это очень много, да. И это значит, что банки, через которые проходили раньше транзакции, потеряли эти транзакции. И, ну, вот я знаю, там у меня знакомые работают и в Тинькоффе, и в Альфе, и в Сберии. Они очень внимательно следят за нашим ростом. Потому что они понимают, что это угроза. Ну, действительно угроза. Что, что скрывать-то? Потому что мы можем в какой-то момент нашу прибыль по банку, например, свести в ноль, заработав на чем-то другом, на мрикетплейсе на самом. И таким образом увеличить нашу клиентскую базу банка в разы. А банк, он только банком и занимается. То есть у него вся прибыль там. Ключительно финансовое учреждение. Да, ключительно финансовое учреждение. Поэтому у них нет способа зарабатывать на чем-то другом. А у нас есть, ну, есть какие-то свои инструменты. Поэтому вот банковские продукты, это, наверное, самое большое, что будет сейчас развиваться в рамках маркетплейса. Ближайшее будущее такое. Да, ну, пару лет, да, 2-3 года. Как мне приятно. Ну, там, кто спрашивает, я не знаю, наверное, уже векторический вопрос. Будет ли Озон выходить на зарубежный рынок? Ну, в СНГ мы вышли, конечно. У нас уже есть достаточно сильное представительство и со складами прям в Казахстане и в Беларуси. Дальше мы вышли в Армению. Там уже открылись первые пункты выдачи, кстати, вот недавно. Дальше у нас планы по Узбекистану мы уже объявили. И мы в следующем году, я думаю, начнем туда какую-то экспансию проводить. Время, к сожалению, подошло к концу. Да, понимаю. Спасибо большое. Мы скажем Олегу Дорошку. Так правильно, я извиняюсь. Олег Дорошок был у нас в студии, директор по маркетингу и монетизации Озон. Встречайте Виктора Набутова с традиционным пятничным погружением в цифровой океан. Сегодня в гостях Дмитрий Сидорин, эксперт по управлению репутацией в сети, основатель агентства Сидорин ЛАП. Управление репутацией, технологическая задача или гуманитарная? Насколько реально проблема дикфейков? Буквально через несколько минут. А мы с вами прощаемся до понедельника. С вами сегодня были Татьяна Котина. Андрей Осипов, естественно. Счастливо, хороших вам выходных.